Здравствуйте, меня зовут Жанна Ахметова, я журналист и я являюсь координатором штаба демократического выбора Казахстана. Я бы хотела сегодня обсудить с вами предвыборные так называемые гонки, которые пытаются изобразить наша власть, и поговорить о том, как сильно отличаются условия у так называемого оппозиционного кандидата Касанова и вот, скажем так, у нас. Просто будем сравнивать, почему общество сегодня так раскололось, и кто-то говорит, мы пойдем голосовать за Касанова, а кто-то говорит, мы пойдем на бойкот. И при этом это все рассматривают как раскол оппозиции. Ну, для начала хочу сказать, никакого раскола оппозиции нет. Никто не рассматривает господина Касанова как реального оппозиционера к власти. Я сейчас расскажу, почему. Более года назад была создана организация движения «Форум Жена Казахстан». И вот этот вот форум «Жена Казахстан» создавали намеренно как раз-таки для того, чтобы сегодня его лидер Амиржан Касанов мог стать представителем, так сказать, от народа в электоральный период. И смотрите, с какими условиями создавали этот форум. У кого и где были такие возможности на территории Казахстана? Объясните мне, если они у кого-то были. И чтобы за это не преследовали. Люди могли собираться в Брюсселе, заявлять о том, что, допустим, их не устраивает. Критиковать, ну, не сильно власть, естественно, не напрямую Назарбаева. Они говорили о постназарбаевском периоде. Никто не критиковал напрямую Назарбаева. Но обсуждали Конституцию, что нужно изменить законы и так далее. То есть довольно-таки мягкая критика власти. Те люди, которые выходят на площади с пустыми плакатами, или, допустим, наши сторонники, которые выходят с голубыми шариками, подвергаются репрессиям. И вы видели, что на протяжении более года все акции демократического выбора Казахстана подвергали преследованиям, репрессиям. И всех наших сторонников постоянно старались даже до начала акции изолировать и так далее и тому подобное. В то же самое время господин Касанов с форумом «Жена Казахстан» разъезжал по всему и миру, и Казахстану, собирал пресс-конференции, ему предоставляли залы, ему предоставляли возможности. То есть у людей есть и финансирование, и СМИ. Обратите внимание, и мы писали об этом, что этот форум будут освещать все провластные СМИ. И господин Касанов умудрился даже получить площадку на Первом канале Евразии. Мыслимо ли такое для нас, скажем так, для тех людей, которые вышли с шариками 22 марта в прошлом году, или тех людей, которые вышли с плакатами «Стоп-пытки» 10 мая в прошлом году, или для тех людей, которые в этом году выходили на наши митинги, акции и так далее. Нигде никаких площадок, кроме Азатык и других оппозиционных зданий правозащитных, которые сегодня есть на территории Казахстана, нас никто не освещает. Здесь же идет глобальная акция поддержки. И что отвечает Касанов? Почему вас не преследуют? Почему вам разрешают проводить большие пресс-конференции? Почему вам разрешают критиковать власть, а других за это преследуют? Касанов отвечает, потому что я не нарушаю закон. Мыслимо ли это для человека, который заявляет себя кандидатом от оппозиции? А что тогда получается? Ася Тулесова и Бейбарыс нарушили закон. В каком месте они его нарушили? Что получается? Многодетная мать Оксана Шевчук нарушила закон, когда свои конституционные права реализовывала, выходила на митинги. Другой вопрос. Они называют нас радикальной оппозицией. Я бы хотела прояснить, в чем именно радикальность демократического выбора Казахстана? В том, что мы выходим с голубыми шариками, в том, что мы требуем кредитной амнистии для большинства населения, которое погрязло в долгах благодаря нескончаемым девальвациям, благодаря нескончаемому обесцениванию, повышению цен и так далее, то есть обесцениванию зарплат. В чем радикальность демократического выбора Казахстана? В том, что мы просим для детей бесплатное образование, в том, что мы хотим реализовать материнский пакет, условия создать многодетным матерям, в том, что мы хотим поднимать зарплаты военным, полицейским, в том, что мы обещаем изменить эту страну и в первую очередь эту политическую систему, которая не дает развиваться обществу и так далее. В то же время господин Касанов тоже декларирует парламентскую республику, но не критикует лично президента Мазарбаева. Тоже говорит о том, что стране нужно, значит, освободить политических заключенных, но не критикует президента Такаева, несмотря на то, что является его прямым конкурентом на выборах сегодня. Обратите внимание, представители форума «Жена Казахстана» Ермурат Баби едет в Париж, проводит там так называемую Парижскую конференцию, встречаются там с осужденными заочно Бергеем Рыскалиевым и Акижаном Кожигельсом, которых этот режим преследует, осудил. И смотрите, никто из них не пострадал, никому из них не предъявляют обвинения. А теперь будем смотреть, как ведут допросы с теми людьми, которые вышли на акции за бесплатное образование, или на акции против пыток, или на акции 16 декабря и так далее. Первый вопрос, который задаю, знаете ли вы Мухтара Аблязова? И за связь с Мухтаром Аблязовым угрожает судить каждого. Тогда хочется спросить у оппозиционного кандидата, отчего так, отчего такая дискриминация? Ведь Аблязов точно так же, как и Кожигельзин, осужден заочно. Почему можно встречаться с Кожигельзином и публично решать вопросы какие-то? А почему нельзя встречаться, почему нельзя говорить об Аблязове? Почему Аблязову закрывают эфиры? Почему блокируют интернет, когда выступает Аблязов? И почему не блокируют, когда выступает Кожигельзин? Почему не блокируют, когда выступает Касанов? Потому что это намеренная дискриминация, которая создана властями. И Касанов сегодня отрабатывает выгодную властям картинку, изображая, что в стране есть оппозиция и страна наша демократическая. Именно Касанов, форум «Жена Казахстан», так называемая оппозиционная партия Акикад, которая сегодня преобразовалась из ОСДП, станут в ближайшее и последующее время, и стали уже сейчас, и будут обеспечивать это в дальнейшем. Они будут обеспечивать демократический фон для западных стран, для тех стран, где из Казахстана традиционно спрашивают и требуют исполнения взятых на себя обязательств, конвенции ООН и так далее. Именно они будут показывать всему миру, что в Казахстане есть демократия, есть оппозиция, есть СМИ свободные, есть оппозиционные движения и партии даже легитимные, в то время как все мы с вами знаем, что этого нет. И мы видим ту профанационную программу предвыборную, которую ведет сегодня Касанов. Его сторонники умудряются кричать, надо помочь штабу Касанова, штаб не справляется, штаб саботирует деятельность кандидата. Да просто этот штаб возглавляет представитель Нуратана. Будучи лидером оппозиции, вдруг кандидат Касанов привлекает, возглавит свой штаб прожженного Нуратановца, который буквально в каждой передаче клянется в любви и албасы. Так вы определитесь с Даурен Бабамуратом, вы кого поддерживаете, оппозицию или албасы? И кого поддерживает сегодня, ради чего весь этот цирк сегодня устраивает Касанов? Ради Нуратана или ради народа? Поэтому я хочу сказать, что, конечно же, все это профанация и попытка дискредитировать демократический выбор Казахстана. Это происходит по одной причине. За нами пошел народ, народ нас поддерживает. И они видят, что мы набираем сил. Они понимают, что люди перестали бояться, стали выходить на площади, стали говорить правду, стали требовать свои избирательные права и требовать выбора, честного выбора. И это нормально и правильно, потому что 30 лет мы бездействовали, 30 лет мы ничего не делали. И сейчас пришло время говорить о том, что хватит молчать и хватит сидеть. Поэтому мы активно призываем к бойкоту этих выборов, понимая, что сегодня так называемый оппозиционный кандидат Касанов создает фон ради действующего режима, обеспечивает этому режиму голоса и легитимность на выборах. И каждый, кто сегодня будет участвовать в этих выборах, неважно, зачеркнет ли он все фамилии, испортит ли он бюллетень, проголосует ли он за Касанова, он будет помогать властям, обеспечивать легитимность, обеспечивать высокую явку и красивую картинку для западных СМИ, что в Казахстане состоялись демократические и честные выборы. Вот это все является большой профанацией. Бюллетени все уже давно заготовлены, на каждого кандидата уже давно определены проценты, на каждого кандидата давно уже определены голоса, кто и сколько получит. И это точно победителем не будет Касанов. Точно, что победителем не станет гражданское общество. Никогда за все это время гражданское общество не выигрывало ни в каких судах. И в первую очередь партия ОСДП. И вы должны рассказать народу, что каждые выборы, вот я сейчас обращаюсь именно к Ермурату Бапи, ведь вы знаете, что после каждых выборов, вы фиксируя нарушения на участках, фиксируя нарушения на избирательных участках, вы шли в суды. И все эти суды вы проигрывали. Вы проигрывали от одного электорального периода к другому. Вы проиграли все суды до единого. Почему же вы об этом не рассказываете сейчас, когда призываете формировать группы наблюдателей? Ведь это все напрасно, вы же это знаете. Почему же вы не рассказываете народу, как вы каждый электоральный период проигрывали суды, все судебные процессы, что ни разу ваша организация не выиграла ни одного судебного процесса? Точно так же вы не выиграете их сейчас. Точно так же вы поведете за собой народ и не выиграете ни одного судебного процесса, но зато вы обеспечите легитимность этим выборам. Я призываю вас всех бойкотировать эти выборы, но бойкотировать активно. Выходите с нами на площади 9 и 10 июня. 12 часов дня. Продолжение следует...